Вы смотрите самые главные новости к этому часу. С вами Елена Вознесенская. Здравствуйте. В районе проведения антитеррористической операции российско-оккупационные войска возобновили обстрелы из тяжелой артиллерии, сообщают в штабе. В течение суток боевики 30 раз нарушили условия тишины, выпустив более двух сотен снарядов и мин. Погибших среди украинских военных нет, раненых и травмированных трое. Наиболее напряженная ситуация на Светлодарской дуге и в районе Попасной, а на Приазовье вблизи Широкина и Водянова. В то же время российские наемники возобновили обстрелы непосредственно при фронтовых населенных пунктах. Так, под огонь купантов из минометов, гранатометов и стрелкового оружия попали жилые кварталы в Водяном, Авдеевке и Верхнеторецком. В результате одного из обстрелов была ранена 31-летняя женщина. Американские санкции против Москвы будут сняты после решения украинского вопроса, заявил посол США в России Джон Хансман. Он подчеркнул цель ограничения остановить насилие на Донбассе. Дипломат посоветовал Кремлю как можно быстрее найти с Киевом компромисс. В июле Конгресс Соединенных Штатов проголосовал за введение санкций против России. Они касаются финансового сектора. Также ввели дополнительные ограничения для американских компаний, которые сотрудничают с Москвой. А президента Трампа ограничили вправе снимать или смягчать их. Подвижки в плане санкций зависят от того, как мы будем работать над вопросами, которые к ним привели. Многие ограничения введены не только США, но и Европой из-за ситуации с Украиной. Если мы сможем решить вопрос с Украиной, а именно прийти к договоренности, которая устроит обе стороны, мы получим позитивный результат. В Одессе военно-морские силы Вооруженных сил Украины провели тренировки совместно с американским эсминцем Джеймс Уильямс. В учениях задействовали два украинских вертолета, сообщили в предцентре ВМС Украины. Цель улучшить взаимодействие с кораблями стран-партнеров по стандартам НАТО. Вертолеты ВМС Украины отработали высадку на палубу при плохих погодных условиях. Участники также провели тренировки по противовоздушной обороне. Эсминец зашел в Одесский порт 29 ноября. Жертвами теракта в столице Сомали 14 октября стали 512 человек. Обновленные данные опубликовали по результатам расследования. 312 человек пострадали в результате нападения. Еще 62 до сих пор числятся пропавшими без вести. Теракт в Сомали один из самых масштабных после 11 сентября 2001. Напомню, 14 октября в Магадиша рядом с гостиницей на Оживленной улице правоохранители остановили для проверки грузовик. Он оказался начинен взрывчаткой. После того, как устройство привели в действие, взорвался также бензовоз, который находился рядом, что усилило последствия первого взрыва. Ответственность за нападение не взяла ни одна группировка. Сепаратизму в Каталонии пришел конец. Так заявил премьер-министр страны Мариано Рахой. По его словам, в регионе восстановлен порядок. Возвращается и доверие к центральному правительству. Этого удалось достигнуть благодаря 155-й статье Конституции. Мадрид распустил местное правительство и парламент. 21 декабря жители региона изберут новую власть. В России хотели испортить допинг-пробу украинской биатлонистки Вита Семеренко. Подменить анализ российской власти требовали от Кригория Радченкова. Он тогда был директором Московской антидопинговой лаборатории. В интервью The New York Times он заявил, с такой просьбой к нему обратился бывший замминистра спорта РФ Юрий Нагорных. Однако Радченков отказался. Вита Семеренко завоевала олимпийское золото в эстафете. Российские спортсменки заняли второе место. Однако позже они были лишены этой награды после перепроверки допинг-про. Ожидается, что решение о допуске сборной России к зимним Олимпийским играм в 2018 году примут на заседании исполнительного комитета МОК 5 декабря. Главную елку страны везут в Киев. Новогоднее дерево едет из Прикарпатья. Его накануне срубили в одном из лесничеств. Столетнюю белую пихту высотой 28 метров загрузили на специальный трап. Установят на Софиевской площади и украсят трехкилометровой гирляндой. Также впервые будут подсвечены игрушки. За елкой создадут специальную инсталляцию «Звездное небо», на которое потратят 33 километра гирлянд. Торжественное зажжение огней главного новогоднего символа запланировано на 19 декабря, в День Святого Николая. Почему выбрали пихту? Потому что у нее хвоя блестящая, темно-зеленая и дольше сохраняется. Не будет осыпаться. Новогодние украшения на любой вкус. Деда Мороза из ваты, стеклянные шары, ангелы из рогоза, съедобные пряничные домики. В Киеве, в Украинском центре культуры и искусства, открылся седьмой ежегодный праздник новогодней игрушки. Как украсить зеленую красавицу – дальше в сюжете. Для Светланы Клименко Новый год – любимый праздник. Его особенное настроение изобразила на этом натюрморте. Мандаринки, все, что нам дорого, все, что ассоциируется с Новым годом. Я все собрала в доме, поставила чашечку кофе обязательную. Специально для выставки художница создала серию живописи и новогодние игрушки. Подобными ароматными фигурками свои елки украшали еще наши предки. Старинные традиционные игрушки – это из ткани, натуральная ткань. Набивается она или шерстью, или ватой. Потом вымачивается она в растворе кофе, корицы и ваниль. И запекается в духовке. А потом она расписывается. Также наибольшей популярностью среди украинцев пользовались игрушки из рогоза. Этот материал у нас на Полесье всегда под руками, буквально в конце огорода, где речка течет. И, конечно, из него делали игрушки. Сегодня будем мастерить такого ангела. Это могут быть также разные животные и все, что подскажет ваше воображение. Украшать елку под Новый год – добрая традиция для многих поколений, говорят организаторы праздника. Это седьмой праздник новогодней игрушки. И мы рассматриваем ее не просто как что-то, что можно повесить на елку. Мы смотрим на игрушку как на часть семейной традиции. Это занятие одинаково любят и дети, и взрослые. Конечно, люблю. Буду украшать такими посохами, как из мультиков. Мы украшаем елку, конечно, потому что у нас дети, без этого никак. Игрушки в данной ситуации покупаем пластиковые, чтобы не бились. Но отдельно есть чемодан с еще советскими игрушками, еще которые там даже дореволюционные, вот как вот здесь есть. Я иногда заматываю красиво конфеты и вешаю. Они могут быть разными или пряники. А в прошлом году елку сделала из книг. Там были конфеты, дольки мандаринов. Смотрелось очень эффектно. Антикварные и современные елочные игрушки, а еще коллекция новогодних открыток, уютные зимние пейзажи, концерты, мастер-классы и настоящий Дед Мороз. Праздник новогодней игрушки продлится до 29 декабря. Пришли щедру бати до вашей гирхати и щедрый вечер, добрый вечер. Тамара Каноненко, Руслан Белозеров, ЮЭТВ. Необычное астрономическое явление можно будет наблюдать сегодня. После заката над Землей взойдет суперлуна. В ночь с 3 на 4 декабря она достигнет наибольших видимых размеров за весь 2017 год. Луна будет на 14% больше и на 30% ярче и приблизится к Земле на минимальное расстояние почти 358 тысяч километров. В текущем году эта суперлуния единственная. А уже в январе 2018-го такое явление можно будет наблюдать дважды 1 и 31 числа. Вы смотрели самые главные новости к этому часу. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с ЮЭТВ.